Добрый день, уважаемые президенты, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые президенты, уважаемые колоноскопии, профилактики полуректального рака с использованием современных эндоскопических технологий в диагностике полуректального образования. Добрый день, уважаемые колоноскопии. Добрый день, уважаемые колоноскопии. Последние данные о том, которые говорят, что если в ободочной кишке уменьшилось количество, то проблема в прямой кишке. Увеличивается количество рака прямой кишки, и это еще настораживает то, что, как правило, возраст моложе 50 лет. То есть где-то мы что-то недооцениваем. Залог успеха скрининговой колоноскопии складывается из нескольких этапов. В первую очередь это подготовка к кишке к исследованию. Этап, за который отвечает не врач эндоскопист, отвечает сам пациент и тот, кто направляет пациента на полную скопию. Как правильно рассказать пациенту подготовку? При плохой подготовке говорить о каком-то выявлении новообразования, а речь-то идет не о больших, не о тех экзофитах, которые уже хорошо видны в просвете. А именно о плоских, маленьких образованиях говорить нечего. Вроде просвет есть, нижняя фото, большое количество пенистого содержимого. Говорит о том, что пациент не назначил и не выпил эспамезан, либо другой какой-нибудь синитикон. Следующая интубация купола слепой кишки. Непосредственно все, конечно, зависит от техники врача-эндоскописта. 80 сантиметров, и мы в куполе. Это значит, хорошо собрали кишку. Поцеловали так называемые уси червеобразного отростка. И при такой манипуляции, когда кишка правильно собрана, то можно говорить и о качественно выполненной полоноскопии, потому что у нас больше есть маневренность выполнения, осмотра всех межскладочных пространств. Если мы на 120 сантиметрах слепой кишки, мы кишку не собрали, мы кишку растянули. И говорить о качественной полоноскопии смысла нет. Но сегодня более подробно хотела бы остановиться на двух компонентах. Скрининговая полоноскопия – это выявление образования патологических изменений и характеристика образования. То, что нам помогает наше техническое оснащение. Потому что, как известно, скрининговую полоноскопию мы должны выполнять на оборудовании высокого разрешения. Четыре компонента, которые были перечислены заранее, они все оцениваются в так называемом показателе аденома детекшн рейд. Он должен быть у каждого врача-эндоскописта, который делает полоноскопию не менее 30%. К сожалению, у нас в стране этот показатель не учитывается. В европейские страны, знаю, и в России тоже стали внедрять этот показатель даже в плане материальной заинтересованности врачей-эндоскописта. Если ниже он 30%, то если выше, то какая-то более добавка идет к кипоплате, чтобы стимулировать и выявлять более качественно делать полоноскопию. Повышение аденома детекшн рейд на каждый 1% не снижает риск интервального полуректального рака на 3%. Также известно, что, например, в проведенных экспертных центрах, там, где работают уже более обученные, ответственные врачи, где учитывается аденома детекшн рейд, и хорошее оборудование, процент пропущенных полуректальных раков значительно ниже, чем для других организаций здравоохранения. И в 2019 году проведенный метаанализ выявил также о том, что все-таки процент пропущенных аденома, это 26-30%, мы не находим. По данным литературы, на сегодняшний день в среднем аденома детекшн рейд у врачей-эндоскописта колеблется минимально 20 и может быть до 45%. То есть это цифра, которой мы должны стремиться на места. Для того, чтобы лучше визуализировать, обнаружить эти патриальные образования, нам производители оборудования предлагают разные устройства. Это могут быть и полоноскопы с баллоном на дистальном конце, которые одевается или поснимается эндоможека на дистальном конце. Все это сделано для того, чтобы мы смогли лучше визуализировать межскладочное пространство и максимальную сторону складок при заведении эндоскопа, потому что где-то до 20-30% образования именно располагаются в этой зоне, и мы при полоноскопии, особенно в спешке, можем не заметить, пропустить эти образования. Также на сегодняшний день известно у нас и нам предоставлена возможность более 11 технологий, которые уже существуют в наших видеоэндоскопических системах для лучшей визуализации слизистой оболочки. То есть эти системы, эти технологии направлены на то, чтобы лучше визуализировать слизистую оболочку, лучше визуализировать сосудистый рисунок, позволяют более четко контурировать мелкие образования на то, что наша задача в первую очередь – это выявить их, то, что 5, 6 и меньше 5 мм образования. А также с учетом функции оптического увеличения мы можем на сегодняшний день уже предварительно проводить и делать кистологическую оценку этих образований и на месте определять тактику удаления оперативным либо эндоскопическим путем. В первую очередь речь идет про визуализацию пилеонетного образования с помощью хромоскопии. На сегодняшний день представлена возможность выполнения ее как стандартной хромоскопии, когда проводится рашение слизистой оболочки растворами и лучше контрастируется рельеф, определяются границы. И также виртуальная либо электронная хромоскопия, которая в зависимости от производителя представлена различными системами. Это может быть NBI, NSTAN, BLI, CLI, также WIST и PHYS. Виртуальная хромоскопия, она применяется с помощью либо специальных светофильтров, либо происходит компьютерная обработка уже полученного изображения. Вот на данном слайде вам представлена демонстрация, где видно, что сразу при осмотре в белом свете новообразование, практически 3-4 мм, оно не было выявлено. И только при использовании хромоскопии можно было определить. И то мы определили только благодаря тому, что был изменен сосудистый рисунок. Это было настолько плоское образование, что его очень легко можно было пропустить. И интерес еще в том, что это прямая кишка, и это была молодая девушка, 18 лет. Она пришла на полоноскопию чисто для того, потому что ее назначил гинеколог как предоперационное обследование перед гинекологической операцией. Просчитать, что могло быть через 10-15 лет при гистологическом заключении этого препарата популярное дномоломбризм можно представить вот это по дворам прямой кишки в молодом возрасте. На сегодняшний день Европейская Ассоциация, она предлагает с целью диагностики определения полуректальных неоплазий проводить исследования только на видеоэндоскопических системах высокого разрешения. Дальше у нас эндоскопия с увеличением возможности, то, что я говорила, проводить сразу во время исследования, определять гистологическую картину. С помощью оптического увеличения, которое может достигаться в 150 раз, существует классификация ПУДА, когда выделены типы, и по строению наших слизистой оболочки, усик, крик, живет слизистой оболочки толстой кишки, мы определяем какой это тип, доброкачественный, злокачественный, или это может быть уже, например, пятый тип, когда нам делать там нечего, не смотря даже на маленький размер, а сразу вправляем на хирургическое лечение. Вот, пожалуйста, вам пример, маленькое образование, оно буквально где-то 6-8 миллиметров, в белом свете ничего особого не подозревало, при осмотре в системе АСКАН выявлена беструктурная форма, это пятый тип олиганизированной паливы, гистологическое исследование слизистой аденопарциномы с преобладанием участков умеренно-деферензированной аденопарциномы. Часто такое образование мы иногда пытаемся, видя пациентов, удалить с помощью биопсийных щепцов. Оно можно, несколько фрагментов, что к чему бы это привело, если бы не было вот этой функции АСКАН. Мы бы удалили, к нам бы пришел ответ, что там аденопарциномы, как дальше наблюдать за этим пациентом, как находить этот участок, и что делать, вопрос, какой бы большой. Наиболее часто используется и доказанная эффективность этого узкоспектрального изображения, то есть система NBI. На основании этой системы разработано и галидировано уже несколько классификаций в эндоскопии GENET, NICE, точно так же SANA. Опять-таки они определяют, помогают определить тип употребленного образования и определить дальнейшую тактику, как удалять это образование. Опять-таки клиническое наблюдение, здесь уже тоже прямая кишка, при осмотре стандартной полноскопии сразу не было ничего визуализировано, и только при ретрофлексии в белом свете было заподозрено какое-то участок, а плюс ткань, который не вызывал никакого сомнения. Но при ретрофлексии, когда вышли в обычный осмотр, без дополнительных методик, этого участка не было, невозможно визуализировать. Пришлось использовать вначале аквандоскопию, это самый простой и доступный метод, то есть большое количество воды. Оно позволило нам вот эту гиперплазию как бы в воде немножко приподнять, ее увеличить. Сразу казалось, что это обычная какая-то гиперплазия слизистая, но при окраске в NBI мы определили, что уже рисунок ненормальной слизистой оболочки, он соответствует больше дономатозной ткани, и в принципе, ВИПС тоже подтвердила, что это была варсинчатая динома, но угрейт. То есть это образование очень легко можно было бы пропустить. И опять-таки, в будущем рак прямой кишки. Где еще наши современные эндоскопические технологии улучшения визуализации используются? По современным гендрайнам, всем пациентам, сининым аденоматозным фолипозом, которые принесли кулупроткоптамию, с умерванием пилиоректального, либо резервуара анального анастомоза, рекомендуется проводить ежегодное эндоскопическое исследование на системах высокого уровня с целью исследования оставшейся части прямой кишки, не всегда получается ее удалить, и тонкопишечного резервуара. По данным регистра полипозов Нидерландов доказано, что через 10 лет у этих пациентов 45% уже были выявлены аденомы в этих зонах, в том числе или у резервуарной мешки. Из них 22% было выявлено аденома файгрейт, и 10% было выявлено аденопарцинома. Зубчатый полипозный синдром тоже новый полипозный синдром, о котором не все еще знают, но его точно так же рекомендуется пациентам, в которых он установлен, у которых есть множественные плоские зубчатые образования, чем они характерны, вы видите на сайте, их практически невозможно увидеть. Болейшая плохая подготовка, их очень легко пропустить, нет дополнительного спектра визуализации, их опять-таки очень легко пропустить. Это практически ровная слизистая оболочка, но они несут в себе риск развития полуректального рака, вовремя не удалил, не обнаружил, получая через энное количество лет рак толстой кишки. Кроме того, современные технологии в эндоскопии позволяют заменить рантомизированную биопсию при скрининговой клоноскопии при воспалительных заболеваниях кишечника. Стандартная хромоскопия, она требует, стандартная полноскопия с антонизированной биопсией требует получения как минимум 11 флаконов и 44 получения биоптатов. Понятно, это большая нагрузка и для эндоскописта, и для морфологической службы. Проведенные исследования показали о том, что проведение полноскопии на виде эндоскопической системе высокого разрешения с использованием хромоскопии разрешает, позволяет проводить именно прицельно, выявлять очаги и проводить прицельную биопсию. И значительно больше стало выявляться вот именно так называемых видимых в языке ассоциированных участков дисплазии слизистой оболочки пациентов с длительно протекающим язвенным колитом. В настоящее время тоже проведено последнее многоцентровое международное исследование, которое разработало патентонскую международную виртуальную хромоскопическую смассификацию для пациентов с язвенным колитом. Чем она эффективна и чем полезна? Она более точна по данным этих исследователей и позволяет определить эндоскопические критерии оценки степени активности язвенного колита и тем самым прогнозировать его исход и рецидивы. Ну и точно так же, как во всем мире искусственный интеллект, он точно так же наступает на пятки всем нашим технологиям и вполне со временем возможно он их заменит. Копирных данных наиболее часто используемых источников поиска источника литературы за последние годы значительно возросло количество публикаций информации по искусственному интеллекту в эндоскопии. Разные представители по-разному его представляют. Это либо может быть у нас как дополнительный монитор к нашей видеосистеме, либо это может быть просто видеопроцессор, который монтируется на нашу стойку, где уже имеется оборудование, но эндоскоп остается тот же самый. Это не требуется дополнительного какого-то эндоскопа, всего лишь функция. Нажимаешь на кнопку и получаешь ответ от искусственного интеллекта. Чем он нам полезен и почему к нему такой интерес и в том числе у нас эндоскопистов? Он нам позволяет не только выявлять образование, которое мы можем легко пропустить, но с последней модели и характеризовать. Выявлять образование он позволяет с помощью либо звукового сигнала, либо с помощью метки. Это может быть светная рамка, либо окружность, то есть особенно мелкие, плоские. Чем хорош звуковой сигнал, о чем говорят эксперты? Конечно, мы со временем при выполнении большого количества исследований у нас теряется немножко в деятельности звуковая, интеллектуальная, и мы где-то можем даже эту мелочь пропустить. Звуковой сигнал нам всегда даст звук и покажет стоп, где-то здесь что-то есть, и ты уже прицеливаешься, начинаешь смотреть и искать это мелкое образование, которое ты должен не пропустить. характеризовать. Он точно так же эта машина уже может просчитать, какое это образование, и нам не нужно в голове держать эту массу классификаций и определять какой это тип доброкачественной и злокачественной. Он по окраске и по цвету может нам и делать надпись, написать это неопластическая, либо гипропластическая, либо нормальная слизистая оболочка. Проведенные исследования показали, что чувствительность специфичности и точность этого метода достаточно высокая. Показали о том, что у специалистов, которые имеют более-менее мельший опыт выполнения полоноскопии, у которых до внедрения искусственного интеллекта работы на этом аппарате был ниже аденома детекшен рейд, значительно цифры эти возрастают. И значительно выше было все-таки выявление аденома при использовании аппарата с искусственным интеллектом, чем просто осмотр без него. Также исследование проведенное последнее доказало о том, что при работе с искусственным интеллектом гораздо больше выявляется образование то, что больше всего и пропускается от образования плоских, мелких размером до 5 мм. И в заключение хочу сказать, что действительно появление наших новых технических решений существенно расширило возможности эндоскопической диагностики на образование толстой кишки, но мы эндоскописты искусственного интеллекта эндоскопии рассматриваем это как и помощник и как контролер в работе нашей повседневной. Спасибо.